Редактор субтитров А.Семкин Кореновского даже якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране. Временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации. Вот в отношении коронавируса. Одного, двух, трех расстрелять, Калининград, Москва и Камчатка, все прекратится. По данным СМИ, политик заразился коронавирусом. У него поражено от 50 до 75% легких. УРАРУ сообщает, что политик мог заразиться омикроном. Я разговаривал с руководителем института имени Гмалея. Они провели исследование, и спутник ВИТ точно нейтрализует новый штамм омикрон. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Владимиру Жириновскому стало хуже. По данным СМИ, он перестал узнавать не только политических соратников, но и родных. Пока медики не готовы дать никаких прогнозов по его выздоровлению. При этом члены партии сообщают, что он чувствует себя хорошо и якобы каждый день работает с документами. В пресс-службе ЛДПР надеются, партийный лидер очень скоро вернется к работе. Ранее пресса сообщала, что Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. У него обширное поражение легких от 50 до 75%. Сам политик не раз заявлял, что с начала прививочной кампании вакцинировался 8 раз. Последнюю прививку сделал в конце декабря. Эксперты считают наоборот. Именно большое количество прививок могло ослабить иммунитет политика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова